За последние пять лет экономика Яранского района лишилась четырех крупных предприятий. Закрытый элеватор, хлебоприемное предприятие, спиртоводочный завод и комбинат молочных продуктов. Было уволено около полутора тысяч человек. На сегодняшний день 20% от экономически активного населения, безработное, это в два раза выше, чем в среднем по Кировской области. Перед главой района стоит трудная задача – возродить производство, найти инвесторов на обанкротившиеся площадки и развивать новые формы экономической активности. Стратегия выхода из кризиса была разделена на два независимых направления. Во-первых, производство, которое можно спасти, пытаются возродить. Пока ощутимый прогресс виден только на хлебоприемном предприятии. Его приобретает крупный промышленный агрохоудинг, который будет заниматься выращиванием и хранением зерновых культур. Все остальные предприятия банкроты – спиртоводочный завод, элеватор и молочный комбинат – пока ищут новых инвесторов, хотя большой надежды на скорое возрождение этих предприятий глава района не питает. Поэтому существует второй – реалистичный путь выхода из кризиса – попробовать начать строительство экономики района с чистого листа. Допустим, мы исходим из того, что нету этих предприятий, то надо все равно жить, развиваться и работать. Вот на сегодняшний день вся программа социально-экономического развития района написана исходя из того, что нет у нас уже вот этих предприятий, но тем не менее надо жить и двигаться вперед. При этом, значит, вот этот вот блок предприятий ранее работающих – это отдельная тема, ей все равно все занимаются и пытаются, значит, что-то реанимировать, что-то возродить. Экономику Яранского района решено оздоровить через развитие малого бизнеса по четырем направлениям. Это деревообработка, сельское хозяйство, туристический бизнес и сфера услуг. Причем именно крестьянско-фермерские хозяйства занимают в этой стратегии одно из ведущих мест. Много крестьянско-фермерских хозяйств, которые крепко стоят на ногах. На сегодняшний день есть поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам государственно. Это и для начинающих фермеров, и семейные фермы сейчас. Вот эта тема развивается с поддержкой. Поэтому есть господдержка, есть люди, значит, будем заниматься. Перспективы развития сельского хозяйства на плодородной яранской земле огромные. Кроме молочного и мясного животноводства, местные предприниматели планируют заняться разведением и выращиванием рыбы. Здесь когда-то давным-давно был пруд, он уже выходил два раза. Так как мы занимаемся сельским хозяйством, у нас появляется проблема со сбытом нашей продукции. И на сегодняшний день, мои спортивные взгляды, здесь организовать, восстановить пруд и организовать разведение рыбы и гусей. В этом году строительство пруда будет окончено. Осталось углубить дно и достроить дамбу. Из-под земли в этих местах бьет много холодных ключей, поэтому в водоеме планируется разводить карпа, амура и форель. Сельское хозяйство поднимает люди, которые не могут представить себе жизнь без крестьянского труда. Любят родную землю. Им приходится вытаскивать из долгов и ставить на ноги фермы, которые были на грани банкротства. Когда Александр Махов стал руководителем предприятия с многомиллионными долгами, многие крутили пальцем у виска. Но прошло время, и скептицизма у сторонних наблюдателей поубавилась. С большим усилием пришлось отстоять и сохранить целостность этого, что было. Но сейчас вот идет рост. Рост в чем, допустим? За период мы сделали треконструкцию фермы с новым дейлинг оборудованием. И переделали вторую ферму. Впрочем, в Яранском районе есть и предприятия, которые давно и крепко стоят на ногах. В первую очередь это птицефабрика. По объемам производства она занимает лидирующее место в области. Все технологические процессы здесь автоматизированы. С многотысячным птичьим поголовнем справляются всего несколько человек. Их задача собирать и упаковывать яйца. Яранская птицефабрика – это одно из немногих успешно работающих предприятий Яранского района. В этом корпусе находятся 62 тысячи кур-несушек. И таких корпусов здесь 8. А за один день яранская птицефабрика дает 300 тысяч яиц. План восстановления производства Яранского района реалистичен уже потому, что в нем главное – расчет на собственные силы. Основной экономический ресурс и потенциал района – это его жители. Их трудолюбие и упорство – залог успеха программы по социально-экономическому возрождению района. Иван Швецов, Вячеслав Голиков. Вести. Кировская область. Яранский район.